За последнее время мы имели возможность наслушаться страшных историй в исполнении различных военных преступников оккупационных войск РФ на Донбассе, которые вжились в образ клоунов с разговорными номерами. Джавелины уже по ним стреляли, абрамсы катаются просто табунами, Блэк Уотерс и Грей Стоун с темнокожими наемниками просто не выводятся из Авдеевки, и они же составляют основной контингент снайперов, которые приносят в голову оккупанта весомые мысли. Из всего этого следует, что противнику очень не нравится артиллерийский огонь ВСУ, их смущает возможности наших танкистов, а снайперов они просто открыто недолюбливают. Совсем недавно Путин заявил о том, что желает дружить с Украиной просто невыносимо как? Только без Порошенко. Порошенко, со слов Путина, воплощение зла. Уже одна эта характеристика автоматом запускает мысль о том, что лучшие рекламы Пороху просто не найти. Об этом уже писали некоторые коллеги, и мы не станем развивать именно эту мысль. Но сам Путин сказал вещи, которые здравомыслящий человек в его кресле никогда бы не озвучил. Оказывается, Путин готов плюнуть на все, кроме Пороха, который и поссорил два братских народа. Но ведь у нас память же не совсем отшибла. Мы же помним, как именно Путин дружил с Украиной до вступления Порошенко в должность президента. До этого момента уже был оккупирован Крым, началась оккупация Донбасса, и полным ходом шла подготовительная фаза операций по оккупации Харькова и Одессы. То самое первое крупное сражение в Донецком аэропорту тоже произошло без Пороха, и зная все это, Путин выдает подобные вещи. В общем, реклама Пороха засчитана, как еще раз показана геопозиция нацлидера Московии, отнесенная к параллельному пространству. Путин, сам того не желая, сделал нам еще одну услугу. Вот этот его текст насчет дружбы и без Пороха в исполнении любых украинских персонажей указывает на то, с чьих рук они кормятся. Это может быть не прямой подсос из российского кошелька, а выстроенная в несколько этапов схема. Но тем не менее, конечного заказчикам текста, идентичного путинскому, обнаружить уже совсем просто. Кстати, именно к такому выводу уже приходят в Англии, где пошла информация о фактическом заказчике Brexit. Примерно те же процессы идут сейчас и в Польше, где спецслужбы наконец-то взялись за российских адептов, осевших там и ставших давать метастазы русского мира прямо там. Что характерно, сами поляки с удивлением обнаруживают, как быстро угасают антиукраинские или антигерманские темы из социальных сетей и из прессы. Причем, чем больше российских шпионов выкидывается из Польши, тем спокойнее становится обстановка. Отсюда следует простой и логичный вывод. Путин показал эталонную заявку по поводу Пороха, и она стала неким камертоном, по которому легко находить созвучие у нашей дряни. Они теперь вошли в резонанс со своим патроном, и пришло время собирать эти камни. Вернее, не камни, а материал для известного якутского скульптора.